Всем привет! Это канал Канада Карс, автомобили из Канады и всей страны мира. Меня зовут Алекс. Сегодня мы в нашем автосалоне делаем презентацию вот этого прекрасного джипа Патриота 2000 чистого 2015 года в самой дорогой комплектации Хайлтитуде. Машина в идеальном состоянии, всего один собственник, никаких ДТП, просто цыпочка, самая навороченная. Цена под ключ, за воротами порта в Одессе будет всего лишь 10900 долларов США. Мотор 2.4, на нее можно поставить газ, полноприводная машина, и вам ее сейчас покажу, мы с вами на ней прокатимся, вы ее увидите в действии. Это двигатель 2.4 от Mitsubishi, двигатель можно поставить на газобаллонное оборудование, подключить. Машина очень мощная, коробка автомат настоящая, не вариатор, с 2014 года пошли настоящие автоматы. Мы заливаем сейчас масла новые, фильтра новые, масло Liqui Moly, свечи на бензиновых машинах тоже меняем. Здесь новые свечи, Denso, оригинал. Все фотографии в этой машине вы можете посмотреть на нашем сайте canadacars.biz в рубрике авто наличие. Давайте теперь вам ее покажу и быстренько по ним покатаемся. Итак, у этой белой красавицы два ключа, противотуманки, люк, панорамный причем, с риллингами на крыше, датчики, видите, в зеркалах. Ну, в принципе, это зеркало с диммером автоматическим, то есть, если кто-то ослепляет, получается, что оно тонируется автоматически. Машина с кожей, с подогревом руля и сиденья. Стоп, я вам сейчас ее покажу вначале снаружи. Крутейшие диски. Резина всесезонная. Машина полноприводная. Комплектация High Altitude. То есть, вы видите. Вот, и, ну, посмотрите, какие крутейшие диски. Ну, белая, шикарная, полноприводная красавица. Jeep. Как говорится, со всеми-всеми наворотами. Давайте я вам покажу вначале моторный отсек. Какой-то двигатель 2.4. Пардон за, как говорится, задержку. Вот он, двигатель 2.4. А, еще одна вещь. Смотрите, мы поменяли аккумуляторную батарею. У аккумуляторной батареи стоит новая в этой машине. То есть, абсолютно новый бренд. Бренд от компании Worldpack. То есть, новая батарея. Она, в принципе, тоже вам будет, наверное, приятно. Пообратите внимание, смотрите, никакой абсолютно ржавчинки нет. Вот, посмотрите, все болтики. Все как новенькое. Ни грамма какой-то, ни капли вообще ничего. Никаких проблем. То есть, масло новое, моторное. Свечи новые, фильтра новые. То есть, масляный, воздушный, фильтр новый. Вот вам как говорится. Ну и батарея новая. Это очень, наверное, большой плюс. Так, ну быстренько покажу перед тем, как поедем. А потом с вами покатаемся по магистрали и по плохой дороге. Так, у нее кожаный салон. У нее полностью все электростеклоподъемники. Автоматические, только водительские. Ну, центральный замок, понятно. Электрозеркала. Крутейшая музыка для этой машины. С большой колонкой. Так, кожаный руль. Красотуля. Кожаный салон, панорамный люк. Ну, не крыша, а люк, да. Причем электрорегулировочка сидения. Здесь у нее, посмотрите, блокировка дифференциала. Давайте, наверное, ее заведу все-таки, потому что... Так будет лучше все-таки, если я заведу, вы... Повключаю опции, посмотрите ее на вороты. Одну секунду. Да и у нас как бы на улице холодно. Хотелось бы, наверное, такую машину продемонстрировать, как она работает. Если в тепле заодно посидеть. Одну секундочку, одну секундочку. Так, все, закрываю туда двери, потому что у нас не май месяц. Значит, давайте по очереди. Что здесь, ну, понятно, магнитола обыкновенная. Ну, в принципе, тоже MP3-шки можно диски ставить. Климат-контроль. Ну, без особых таких, скажем так, опций, да. Самое главное, что у нее подогревы сидений. Зеркал. Вот это как бы очень хорошая штука для такой машины. Салон, видите, не задрюченный. Абсолютно все в очень хорошем состоянии. Вот оно, зеркало, про которое я вам говорил. Но с диммером. То есть это можно отключить. Можно отключить. Дальше. Ну, руль тоже не затасканный. Все, 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 ничего не затеркнуло. Никаких ошибочек. Двигатель работает ровно. Все четко, все классно. Значит, в принципе, по передку это все. Давайте посмотрим, какая она сзади. Я ее ставлю заведенной. Потому что как-то у нас холодно. Под 0 градусов. Так, ну. Вот она какая в салоне у нас. Такая лапочка. Сидение заднее. Ну, вообще, скажем так, задняя часть салона. Абсолютно нетронутая. То есть мы все заклеили пленкой. Коврики там оригинальные. Ну, тоже заклеены пленкой. Чтобы никто не испачкал, пока она в порту будет разгружаться, загружаться. Ну, в контейнер, скажем так, да. Ну, вот вы сами можете поглядеть на состояние салона. И здесь в том числе. Ну, естественно, Carfax и все, всю информацию по машине мы вам предоставим. Так, вот она какая в багажнике. То есть ее можно поставить на газ. А вы обратите внимание, смотрите, на шумоизоляцию в этой машине. Какая шикарная шумоизоляция у американцев. То есть они все-таки комфорт любят побольше, чем япошки. В япошках нет вообще никакой шумоизоляции. Все на честном слове. Можно ехать с открытыми окнами. Это будет самая лучшая шумоизоляция на японской машине. На американцах все-таки все очень неплохо. Посмотрите. Электростеклоподъемнички. Причем на всех окнах. Ну, сзади, в принципе, там, скажем так, опций достаточно мало. Да, кроме стеклоподъемников. Но и кожаного салона. Но они есть по-любому. Какие-то... Опции есть, да? Теперь здесь в салоне. Ну, можем пройтись, посмотреть. Здесь ничего не затерто, не запилено. Это тоже очень важно. Так, там... Ага. С водительской двери там отключено это все. Скажем так, смотрите. Супер бардачок. Огромный. Кожа не потресканная, не порвана, ничего. Все-все в идеальном состоянии. Ну, два ключа у нее, понятно, что. Так, ну что, давайте теперь попробуем прокатиться на этой лапочке. И поглядим, как она ведет себя по магистрали, в дороге. Так. Секундочку. Давайте, выезжаем туда. Сейчас с вами по дороге, посмотрим, как она, что она из себя представляет. Кстати, я забыл сказать, что у нее еще можно регулировать рулевую колонку по вылету по наклону. Давайте, побежали, посмотрим, что это за супермобиль. Часто очень многие спрашивают, как там люк работает. Я сам не знаю. Как работает, я вам попробую продемонстрировать. Ну, работает. Работает хорошо. Можно наверху приподнять в вентиляционный режим. Ну вот. Давайте проедемся с вами сейчас, посмотрим, как наша супер-гравица полетает. Подогревом сиденья. На улице, кстати, сейчас так вот, под хороший нолик. Поэтому в машине очень, так, можно сказать, комфортно, тепло. Все-таки машина с севера, с Канады. В вашей стране она будет очень здорово себя вести, потому что у вас не так холодно, как у нас в Канаде. Еще раз хочу сказать, что полный привод очень надежный в этой машине. Коробка автомат, чистый автомат, не вариатор. Тоже прекрасно себя чувствует при любом климате, причем и при любом бездорожье даже. Вы можете с болота заехать на ней, почувствовать себя все равно в безопасности с этой машиной. То есть можете поехать на рыбалку, еще там куда-то, да? Без проблем. Теперь, что касается этих моторов. Ну, моторы 2.4 считаются одни из самых надежных моторов. Это от Mitsubishi Outlander, двигателя. То есть можете, не переживая, пользоваться очень долгое время. Значит, газобаллонное оборудование. Ну, понятно, вы можете поставить этот баллон прямо вместо запаски, убрать его, поставить там 50-литровый баллон. Подгнуть эту газовую инжекторную систему. Вот. И пользуйтесь, радуйтесь. Либо, если вам, ну, допустим, хочется сохранить и запаску, и этот баллон, то его как-то придется химичить, ставить так, чтобы он вам, в принципе, не мешал в салоне. И одновременно, чтобы на запасное колесо можно было и жлить. Значит, как правило, кто первый подъехал в перекрестку, тот имеет право вставить техник. Вот. Как-то так. У нас полицейские рейнджеры стоят, контролируют поведение водителей. Кстати, полицейские очень любят в Канаде смотреть, как люди останавливаются на скол. То есть, если человек немножко, скажем так, проехал линию стопа или не полностью остановился, да, то есть должна полная быть остановка, 100%. Если не полностью остановился, то, в принципе, у него будут проблемы, хорошие будут страхи, и пункты будут еще за это. Около там 200 долларов железная будет страхи. Ну, вот, смотрите. То есть мы с вами едем сейчас по магистрали, около 100 километров в час. У нас скорость, видите, около 2000 оборотов в минуту у нас. Ну, посмотрите, около 2000 оборотов всего в минуту показывают, вот, находы. Бензина не очень много, но мы подзаправим так, чтобы у вас было топливо. Значит, что по ней еще сказать? Плавность входа обалденная, никакой вибрации в салоне. Ну, чувствуешь себя, может быть, да, понятно, что не премиум класс автомобиля, но зато это все-таки более, вот эта комплектация HALTITUDE, она все-таки более дорогая, чем все остальные патриоты. Если же так, она самая считается дорогая. Потому что полный электропакет у нее. А, у нее HALTITUDE стоит полиция, да. Лучше бы и, видите, дежурят, дежурят, смотрят, кто на какой скорости едет. Они стоят с радарами, проверяют, чтобы не было превышения скорости. Ну, то есть отрабатывают свои деньги государственные. Кстати, я хочу сказать, что полицейские здесь очень четко научены ловить нарушения. Очень четко. То есть, вот, замечают абсолютно все. Проявляют, ну, скажем так, появляются просто из ниоткуда постоянно. Такое ощущение, что они как этот тифка-бурка-вещая-каурка. Нет, нет никого, ба-бам, появляются полицейские, да. То есть, ну, это вот Канада и США, это примерно одинаково обученные полицейские, которые, ну, просто профи своего дела, реальные профи. Ну, это так, маленькое лилийтическое отступление, потому что мы увидели полицейские при выезде, вот здесь, на магистрале, все такое. То есть, да, они тоже стоят с радарами, как и в странах СНГ, как и в Европе, то же самое. Здесь такое тоже есть. Стоят с радарами, проверяют, пусть, вроде бы, едят. Ну, наверное, по-другому и не получится дисциплинировать водителей. Потому что здесь, в Канаде, все-таки, мигрантов очень много из разных стран. Знаете, кто-то ездил на верблюдах в своих аулах, кто-то ездил, там, я не знаю, на каких-то суперкарах в Европе, там, речь вот еще. И бывает, что не соблюдают правила, поэтому, чтобы как-то дисциплинировать водителей и приучить к этой стране, вот и существует полиция. Окей, вернемся к нашей Гравитсапе. Смотрите, по шумоизоляции они шикарные машины. Весь, скажем так, американский автопром, они молодцы. То есть, начиная от Фордов, заканчивая там джипами, Дженерал Моторс, любые машины, да? Делает реально хорошую шумоизоляцию, не хуже, чем у немцев, не хуже. Конечно, немцы тоже бывают разные, да, ну, скажем так, премиум-класс, даже не премиум-класс, а не же Мальсваген, но Пассад, Джердж, и все, у них уже хорошая шумоизоляция, да? Ну, то есть, у этих машин примерно то же самое. По мягкости ходу, да, вообще, по мягкости подвески, да, вот по вот этим неровным, эта машина вам понравится, да? То есть, она именно заточена для бездорожья. Вот, нравится мне, когда на часы приходят сообщения, то есть, телефон может быть где-то, забыть можешь, вот, на часы приходят сообщения. Уже даже от простых автоматических механических часов ждешь того же самого, чтобы позвонить можно или сообщения прочитать. Молодцы все-таки эти компания Apple придумают всякую ерунду, которая, в принципе, очень западает в привычку. В общем, смотрите, машину можно самому переключать скорость и шифтинг делать, да, то есть, переключать плюс-минус на пониженную, на повышенную передачу, да? Можно в автомате, но примечательно, что автомат все-таки полноценный, это не вариатор, который шел до 2014 года, то есть, он в 2013 году еще производился, в 2014 году стали ставить автомат. Наверное, для вас это будет очень полезно. Что, мы возвращаемся к себе. Еще раз хотел сказать, что фотографии на этом машине, на любую из наших машин, вы можете посмотреть на нашем сайте, канадокарт.биз, рубрики «Авто в наличии». Значит, там очень много фотографий, буквально по каждой машине вы сможете разглядеть любую пимпочку. Вот, ну, опять-таки, здесь машина успевает купить тот, кто первый принял решение, кто первый увидел, кто первый с нами связался, получил там карфаксы, всю историю по машине, пробеги, всю-всю-всю информацию. Всю информацию, кстати, мы сообщаем по бесплатным говорилкам, когда к нам люди обращаются, там, по WhatsApp, Viber или Telegram. То есть мы отправляем клиентам напрямую, вот по этим говорилкам, всю информацию по автомобилю. Поэтому обращайтесь к нам, для чего мы не показываем вам ничего на щеке, чтобы вы нам позвонили, чтобы был прямой контакт с вами, с потенциальным покупателем. Диалог прямой, не просто там, а, столько, а, не спросил про состояние машины, а, пробег такой, а, о, пробег такой, а, может быть, пробег очень маленький, а машина убитая. Такой же может быть? Может быть. Может пробег быть очень большой, а машина очень ухожая. Такой тоже часто очень бывает. Поэтому мы хотим прямого контакта с вами. Звоните нам, и мы вам всю информацию расскажем по любому автомобилю, абсолютно любому. А теперь что? Маленькая такая рекомендация. Кстати, у нее Bluetooth есть, чтобы вы тоже знали. Вот, вы можете пользоваться Bluetooth на этой машине. Это тоже полезная тема. Маленькая рекомендация, вы подписывайтесь на наш канал, для того, чтобы вы не пропустили какие-то хорошие варианты автомобилей из нашего автосалона. Новинки какие-то не пропустили. То есть это просто рекомендация, причем подписывайтесь, а именно на вот этот колокольчик нажимайте, чтобы он в приоритете вам предоставлял все вот эти уведомления о новых видео нашей компании. Окей? Теперь мы заедем на заправку. Мы немножко сейчас, мы дозаправим этот автомобиль, чтобы у вас было топливо. Вот. И возвращаемся к себе в автосалон. Вешаем, ну поставим вот эту вот, скажем так, пленочку на руль. Поставим там пленку на сиденье переднее водительское, чтобы его никто не испачивал. И в принципе, машина будет готова к отправке. Возможно, вам как раз и повезет, и вы ее купите. Все. Вам пока-пока. И до следующих встреч на следующем автомобиле. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок